Пока герои сериала «Отель и Леон» решают свои проблемы, полицейские Амалматы удалось задержать преступную группу. Неужели они похитили несовершеннолетнего ребенка и требовали выкуп? Об этом и не только. Сегодня в Информбюро. Добрый вечер. В студии Наталья Райм и мой коллега, Ирканат Кабжаса. И смотрите сегодня. Это конфликт. Я не ожидал. Был удар сзади. Госпитализированный чиновник впервые дал комментарий после драки с главврачом 3-й больницы Павлодара. Чего опасается Шахмарданов? И что на самом деле произошло? В целях экономии нужны ли теплые полы национальному пантеону? Акимат Астаны сократил сразу несколько расходных статей. Какие именно? Первый пусковой комплекс дадут уже скоро. Учитывается ли международный опыт при строительстве гробницы? Если да, то какой? Во власти мусора. На какие неизвестные болезни жалуются жители поселка Карабулак? Каково жить рядом со свалкой? На теле язвы. Страшно выходить на улицу. Собаки везде. Правда ли, что на благоустройство мусорного полигона выделяют миллионы тенге? Куда дели деньги? Нурсултан Азарбаев рассказал о реформе МВД на совещании по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел в Аккорде. Президент сообщил, что на повышение зарплат полицейским будет выделено более 21 миллиарда тенге. Глава государства напомнил, что это деньги налогоплательщиков. Поэтому спрос со стражей порядка будет повышен. По словам президента, нынешние стандарты взаимоотношения полицейских с гражданами устарели. Люди не чувствуют себя в безопасности. Поэтому оценивать работу правоохранительных органов теперь будут не только по отчетам, но и с учетом социологических исследований. При этом штатная численность полицейских сократится на 10%. Увольнение сотрудника полиции со службы за проступок повлечет утрату всех льгот. Пересмотру подлежит и система отбора и подготовки кадров. Из 12 учебных заведений МВД останется только 5 лучших. Их преподавателям также будет повышена заработная плата. То, что не оправдывает ожидания полицейских систем, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя в безопасности. А без этого мы не можем обеспечить высокое качество жизни, что является нашим ориентиром. Поэтому мы должны немедленно приступить к реформированию полиции. Модернизация ждет и судебную систему. Судьи должны быть образцом компетентности, честности и справедливости, считает Нурсултан Азербайев. Он также отметил, что нагрузка на судей за последние три года возросла в два раза. Так как 30% дел, которые ими рассматриваются, не требуют судебного вмешательства. Для решения кадровых вопросов глава государства распорядился подготовить законопроект на рассмотрение парламента. Готовились к нападению. В октябре задержали двоих участников террористической группы, которые придерживались радикальных религиозных убеждений. Совместную спецоперацию по поимке экстремистов провели сотрудники КНБ и МВД. У подозреваемых обнаружили целый арсенал боеприпасов и элементы для сооружения взрывного устройства. Сразу после задержания мужчин оперативники провели обыск по месту жительства подозреваемых. Оказалось, что в своих домах они хранили самодельную взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и запрещенную литературу, в том числе материалы экстремистского характера. Среди всего этого была даже инструкция по введению боевых действий. Для чего нужны последние пособия? Готовились ли жители Актубе к каким-то терактам? Из какой организации сотрудничали задержанные? Это все предстоит выяснить оперативникам. В отношении Жубатова, Алиева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть пропаганда терроризма и публичные призывы к совершению акта терроризма удовлетворено. В отношении подозреваемых в санкционированном меропресечении, в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Одним временем силовикам соседней страны удалось установить личность женщины, которая устроила самоподрыв в Грозном. Ею оказалась 25-летняя Катерина Спиридонова, в последнее время проживавшая в Дагестане. Инцидент произошел на выходных. По данным полиции Чечни, девушка стала приближаться к КПП, но, заметив ее странное поведение, стражи порядка попросили остановиться и предъявить документы. Однако выполнять требования полиции женщина не стала и бросилась в сторону поста. Тогда правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел. Тем временем женщина произвела самоподрыв. Никто, кроме самой злоумышленницы, не пострадал. В свете последних событий особенно важным стал очередной раунд сирийских переговоров, который состоится в Астане 28 и 29 ноября. Это уже 11-я по счету международная встреча по урегулированию конфликтов в Сирии. Страны-гаранты Россия, Турция и Иран подтвердили свое участие. Планируется присутствие враждующих сторон официального Дамаска и вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступят представители ООН и Иордании. По плану стороны должны обсудить несколько вопросов, в их числе увеличение списка наблюдателей за соблюдением договоренностей. Основные вопросы, которые стоят на повестке 11-го раунда переговоров, это текущая ситуация в Сирии. Договоренности по зонам дислокации. Создание условий для возвращения вынужденных беженцев, а это несколько миллионов человек и постконфликтное восстановление страны. Прежде всего, социально-экономическое развитие государства и меры по оказанию гуманитарной помощи. Страны-гаранты также хотят наладить отношения с Международным комитетом Красного Креста и комиссаром ООН по делам беженцев. И поднять вопрос освобождения заложников, передачи тел погибших и поиска пропавших без вести. Сегодня глава казахстанского МИД заявил, что США в этом раунде не примет участие. Насколько мне известно, Соединенные Штаты Америки сконцентрированы сегодня больше на вопросах борьбы с террористическими группировками. Прежде всего, речь идет об ИГИЛ, ДАИШ. А эти вопросы, как вы знаете, не входят в повестку дня. Специализированный межрайонный суд Астаны выдал санкцию об аресте теперь уже бывшего вице-министра энергетика Анатолия Шкарупы. Сегодня глава ведомства Канад Базымбаев сообщил, что успел подписать его увольнение до ареста. Там же долгое согласование, здесь канцелярия, администрация президента. Но он заявление написал, я соответствующее ходатайство направил. Анатолий Шкарупа проходит по делу трехлетней давности. Его подозревают в причастности к хищению 215 миллионов тенге, которые потратили на установку приборов учета тепла в домах, где нет центрального отопления. Ранее госслужащего вызывали в прокуратуру Карагандинской области как свидетеля, однако в конце прошлой недели его задержали. Находиться под стражей теперь уже бывший вице-министр энергетики будет до 16 января. Это уже третий зам главы министерства, которого официально подозревают в коррупции. История драки двух врачей в Павлодаре получила продолжение. На прошлой неделе прямо в стенах управления здравоохранения подрались медики. Спустя два дня руководитель управления заявил, что причиной послужил конфликт одного из них с вахтером лечебного учреждения. Однако сегодня его подчиненный рассказал совсем другую историю. На риману Шахварданову первоначально диагноз от трясения головного мозга сняли, но теперь у него подскочило давление. Потасовку дракой он не называет. Говорит, что это был конфликт. И предполагает, что диагноз его оппонента преувеличен. Он настаивает, что причиной спора стали рабочие моменты и ничего личного. Как больные люди лежат в больнице, почему они просят своих родственников приносить теплое одеяло, обогреватели в конце концов, это же профилактика осложнений. Был протокол заседания лечебного профилактического совета, где ему было сделано замечание. Однако в самой третьей больнице считают, что все-таки причиной мог стать инцидент, произошедший в субботу. Здесь проходили лечение два родственника Шахмарданова, которых чиновник вместе со своей матерью пришел навестить. Местное правило гласит – один пациент, один визитер. Возникло недопонимание с вахтером. Она должна была ответить спокойным тоном, так как мы постоянно проводим с ними занятия о том, что они должны вежливо, спокойно отвечать, спокойным тоном. Так как она ответила громко, повысила свой голос, вот и было вынесено дисциплинарное взыскание. А в среду, 14 ноября, главврач той самой третьей больницы Марлен Ахметов и специалист управления здравоохранения Нариман Шахмарданов и подрались. Это конфликт. Я не ожидал. Был удар сзади. Я сидел просто. От этого резко я доклонился вперед. Далее, честно говоря, я автоматически, машинально, левой рукой, я сам правша, сделал движение, чтобы это была самооборона. Избежать будущих последующих ударов. Ну когда один, там и второй. Свидетелей драки не было. При дальнейшем выяснении отношений в суде будет учитываться степень причиненного здоровью вреда. Так что это редкий случай, когда чем хуже, тем лучше. Больше месяца экс-казахстанский банкир Жомарт Ертаев проведет под домашним арестом в России. Такое решение вынес Пресненский район и суд Москвы. Хотя изначально прокуратура города просила отправить Ертаева под стражу. Мы только рассмотрели ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресчения в виде заключения под стражу. Удовлетворение отказали и избрали домашний арест ему. Один месяц, десять суток. Но на 40 дней. Таким образом Ертаев не сможет покинуть свой дом до 26 декабря. Экс-банкира снова задержали на прошлой неделе по запросу Казахстана. Как позже написал сам Жомарт Ертаев, его лишили статуса беженца, но он намерен в суде оспорить это решение. А также возможное решение о выдаче его родине. Впрочем, впервые Ертаева правоохранительные органы России задержали в начале мая. За этим последовал комментарий из МВД Казахстана, где его обвинили в лоббировании выдачи займа на 80 миллионов долларов подставным ТО, будучи советником главы банка РБК. Но позже Ертаева признали политическим беженцем и отказали в выдаче Казахстана. Алматинские полицейские задержали преступную группу из четырех человек, которые похитили несовершеннолетнюю дочь бизнесмена. Злоумышленники требовали с отца жертвы выкуп в полмиллиона долларов. Кто именно тот бизнесмен, за ребенка которого требовали такой выкуп, не сообщается. Дерзкое похищение преступники совершили 14 ноября днем во дворе одного из микрорайонов мегаполиса. Похитители, угрошая расправой и с применением электрошокера, похитили из салона автомобиля ребенка, а водителя связали. Позже к родным они вышли с требованием обменять дочь на 500 тысяч долларов. Но в итоге были задержаны полицией. На данный момент сотрудники следственных органов устанавливают степень причастности каждого из задержанных. Жизни и здоровью девочкой теперь ничто и никто не угрожает. В Костанай медсестра после выхода из декрета обнаружила, что ее рабочее место занято. Причем не кем-нибудь, а матерью заместителя начальника облздрава. Женщине предложили другую, менее оплачиваемую должность, а потом и вовсе попросили уволиться. Жанна Успанова – бывшая медсестра одной из Костанайских поликлиник. Недавно она лишилась работы, как считает, незаконно. Выйдя из декретного отпуска, Жанна узнала, что ее с должности сестры медосмотра перевели на менее оплачиваемую должность ассистента-стоматолога. Она работала медсестрой-хирургой, потом ее посадили на мое место. Я знаю, что у нее сын сидит в облздраве замначальника по экономическим вопросам. Я думаю, что благодаря ее сыну все это и началось. Сам же заместитель начальника облздрава Аслан Жан Испаев о претензиях к нему узнал из соцсетей. И полностью отрицает свою причастность к трудоустройству матери. Более того, чиновник готов дать ответ по любой претензии касательно стажа и других моментов, касающихся трудового пути его матери. Да, действительно, она работала в поликлинике 4-й медицинской сестрой, устроилась туда на законных основаниях. То, что говорится, что Жан Испаева, то есть Жан Ижакьяна, моя мама, не имеет стажа до этого, то это неправда. Жанна Оспанова на перевод с понижением оклада не согласилась, после чего ей заявили, что другой работы для нее нет. Она обратилась в инспекцию по труду, где признали незаконным то, что за ней не сохранили рабочее место. Ведь оклад и должность должна была остаться сзади кретницы. Но в руководстве поликлиники уверяют, что просто исправили ошибку. У Жанны Оспановой сертификат зубного врача. С ним она не может работать медсестрой. Кто-то, кто выдает сертификаты на сегодняшний день, нам пояснили, что Жанна не может работать медицинской сестрой, она может работать только по своей специальности. В противном случае надо переучиться на среднего медицинского работника. В поликлинике объяснили, что в связи с переходом на безбумажный документ оборот, просто не смогли зарегистрировать специалиста с другим профильным образованием на должность медсестры. Однако Жанна Оспанова намерена вернуть свое прежнее рабочее место и даже готова идти в суд. Нина Шапо, Алексей Краснов, Информбюро, Костанай. В Акимате Астаны решили отказаться от электрообогрева полов в Национальном пантеоне. За счет этого и исключение некоторых других работ на строительство первой очереди сэкономили более 100 миллионов тенге. Изначально для введения элитной гробницы в этом году было выделено почти 570 миллионов тенге. Кроме теплых полов в пантеоне в этом году не будет пилонов. Надгробных памятников и ограждения территории. На сегодня выполнено 95% работ первой очереди. Сдать в эксплуатацию часть усыпальницы планируется до конца 2018 года. Общая стоимость проекта Национального пантеона 958 миллионов тенге. Мы отправили в Акимат Астаны запрос, чтобы выяснить, зачем в плане строительства пантеона был предусмотрен утепленный пол. Ответ пока не получили. А предусмотрен ли такой комфорт в других пантеонах мира? В знаменитом немецком пантеоне в Альхало есть 358 мраморных ступеней. У входа в храм потолки украшены бронзой и золотом. Под фризом у стены выставлены 163 мраморных бюста знаменитых немцев в два ряда. Именно тех, чьи портреты не сохранились, изображены золотыми буквами. Однако даже в таком списке роскоши теплых полов не обнаружено. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительный чемодан возле генконсульства Саудовской Аравии в Турции, в здании которого убили журналиста. Расчлененное тело Джамаля Хашоги могли вывести из страны в чемоданах. Подозреваемые могли использовать свой дипломатический иммунитет, чтобы тайно вывезти из страны чемоданы с телом Хашоги. По данным министра национальной обороны Турции, подозреваемые покинули страну спустя 2 или 4 часа после убийства Джамаля Хашоги. Одно из СМИ опубликовало стоп-кадр с записи видеонаблюдения, на котором возле консульства запечатлен подозрительный чемодан. Ранее саудовский генпрокурор сообщил, что приказ уничтожить Джамаля Хашоги отдал глава группы, которая была создана для принудительного возвращения журналистов в Саудовскую Аравию. Власти страны требуют казнить пятерых подозреваемых в убийстве Джамаля Хашоги. Обвинения выдвинуты в адрес 11 человек. В начале ноября сыновья убитого журналиста обратились к властям Саудовской Аравии с просьбой вернуть им тело отца. Убитого Джамаля Хашоги хотят похоронить в Медине, но его тело все еще не найдено. Вы смотрите информбюро. Пять пострадавших в результате столкновения пассажирских автобусов в Казалардинской области все еще в реанимации. В общей сложности в больницах региона находится 30 человек. Врачи говорят, что они стабильны. Шестерых из них прооперировали. Эта страшная авария произошла в пятницу вечером. В 130 километрах от Казаларды столкнулись два пассажирских автобуса, в которых находились 86 человек. Двое взрослых погибли на месте. Позже в реанимации скончался 7-летний ребенок. Пассажиры рассказали, что водители не нарушали скоростного режима. Ехали по заданному маршруту. Предполагается, что столкновение произошло, когда они пытались объехать стадо, вышедшее на дорогу. О чем рассказали очевидцы. Все подробности жуткого происшествия на трассе в материале Абая Нуржанулы уже через несколько минут. А в Караганды родные девушки, которая чудом выжила после другого жуткого дорожно-транспортного происшествия, пытаются взыскать больше 2 миллионов тенге. Студентку сбил водитель многотонной автоцистерны. Она выжила и перенесла 7 сложных операций. Вот только суд первой инстанции оценил ее страдания в 56 тысяч тенге. 22-летняя Жанар Жунусова теперь покупает всю одежду на два размера больше, чтобы не было видно изуродованные ноги. Больше года назад ее на пешеходном переходе сбил и протащил по дороге водитель автоцистерны. Она 4 месяца была прикована к постели, перенесла 7 операций. Там две ноги сломана одна, открытый перелом, вырваны мышцы, все вырвано, бедро, сломаны ребра. Ребра воткнулись в легкие, было кровоизлияние. Потом было внутреннее кровоизлияние мозга, лобная часть задета, субархинальное кровоизлияние. Теперь Жанар инвалид второй группы, но человек огромной воли. Через день после одной из операций на костылях она сдала экзамен и поступила в магистратуру. В КНБ это была моя мечта. Также по состоянию здоровья меня туда не примут. Я пытаюсь об этом не думать. Для срочной дорогостоящей реабилитации в Караганды пришлось арендовать квартиру. Родители взяли кредит, продали 15 из 22 имевшихся коров. Водитель получил год, колонии и поселение обязан оплатить миллион морального вреда и судебные издержки. Страховка компании и владельца спецмашины оплатила инвалидность девушке около 1 миллиона 300 тысяч тенге. Но моральный и материальный ущерб суд оценил в 56 тысяч тенге. Жанар Женусова подала иск о взыскании из компании 1 миллиона морального вреда и полутора миллионов материального. По словам мамы Жанар, все просьбы о помощи компания игнорировала даже просьбу сдать кровь. На тот момент в отношении нас никаких заявлений не было и уголовного дела в отношении юридического лица не вилось. Мы просто предоставили ноутбук для того, чтобы она могла дистанционно как-то обучаться. Директор ходил, он всегда передачки носил. Было обращение гражданки Женусовой о том, что необходимо купить квартиру в Караганзе. Мы не готовы понести такие затраты. Но Светлана Женусова говорит, что просила арендовать квартиру на период реабилитации. На апелляционном заседании выяснилось, что из материалов дела пропали оригиналы чеков о покупке лекарств. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро, Карагандинская область. Жители Карабулака Туркестанской области требуют от властей отчитаться за потраченные миллионы, которые были выделены на благоустройство мусорного полигона. Он был открыт на месте старой свалки четыре года назад. Антисанитарные условия. На полигоне стали причиной неизвестной болезни детей, утверждают люди. На рыбы, язвы или шаи. Врачи диагнозов не ставят. Но мать пятерых детей, Шахиста Султанова, уверена, все дело в мусорном полигоне, который находится в полукилометре от их дома. Мы уже живем здесь четыре года, и за все это время не дышали свежим воздухом. Постоянно что-то горит на свалке. Зловоние, дым. Бывает, что и запах крови чувствуем. Мои дети постоянно болеют. На теле язвы. Страшно выходить на улицу. Собаки везде. Отходы сюда привозят из семи населенных пунктов Сайрамского района. Жители поселка уверены, полигон не соответствует санитарным нормам. Согласно нормам, санитарно-защищенная зона от жилой зоны до полигона должна быть не менее тысячи метров, с подветренной от населенного пункта стороны. По его периметру, полосей шириной до 8 метров, должны быть высажены кустарники и деревья. Трупы павших животных, биологические отходы, ветеринарных служб должны сжигаться в специальных печах. На его благоустройство выделили 45 миллионов тенге. На что их потратили? Если овраги рыть не пришлось, они здесь были. По периметру сетку натянули. Но людей же эта сетка не спасает. Мы жаловались и в аппарат президента, и в генеральную прокуратуру. Но наши письма возвращаются сюда, в район. Мусорный полигон на хозрасчете и числится на балансе местного акимата. Средств, которые зарабатывает полигон, не хватает на его благоустройство, говорят чиновники. Вот некоторые расчеты. Ежедневно на полигон привозят мусор порядка 10 машин. Каждая за это платит 5 тысяч тенге, то есть примерно 1,5 миллиона тенге в месяц. При этом расходная часть у предприятия – 332 тысячи тенге на зарплаты самим работникам полигона. Аренда машин, конторы – еще около 500 тысяч тенге. Пожарная безопасность и дезинфекция – 160 тысяч. Мы свои средства туда вложить не можем, потому что 19 пунктов есть, по которым мы можем использовать свой бюджет. В Акимате заверили, что уже в поисках компании, которая будет заниматься сортировкой мусора. В противном случае им придется закрыть полигон. Ведь уже со следующего года на территории нашей страны начнет действовать запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, стекла. До конца этого года в Казахстане планируют решить проблему резиновых квартир. Об этом сообщили в Комитете миграционной службы. В скором времени заработает сервис автоматического снятия с регистрации умерших, выехавших на постоянное место жительства в другие страны и бывших владельцев квартиры. До внедрения новой системы, новые услуги, собственники могут выписать непроживающих в квартире граждан через Центры обслуживания населения. Сейчас для сотрудников проводятся инструкции о том, как проводить эту процедуру. Все изменения в регистрации по месту жительства будут отображаться в электронной домовой книге. На сегодня в ней содержатся данные более 8,5 миллионов человек. Мы над этим работаем. В ближайшие дни вопрос разрешится. Вины человека, что кто-то у него прописан и он об этом не знал, нет. Поэтому все-таки мы будем решать это через систему.